Накануне в исландской столице состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России и США. Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен спокойно обсудили широкий круг вопросов. После чего госсекретарь США заявил о том, что встреча президента Джо Байдена с убийцей Владимиром Путиным может состояться в самое ближайшее время. После целого ряда антироссийских шагов со стороны Вашингтона, столь конструктивный подход в отечественной прессе сочли чуть ли не капитуляции Белого дома. Но так ли это на самом деле, и чего можно ожидать по результату грядущей встречи президентов двух ведущих ядерных держав? Сперва давайте разберемся, в чем многие российские политологи и журналисты усмотрели сдачу позиций со стороны США перед Кремлем. Администрация Джо Байдена якобы отказалась от введения санкций в отношении компании оператора «Северного потока» «Нордстрима Эги» и ее руководителя. Якобы потому, что эта трактовка событий не соответствует действительности. На самом деле США ввели санкции со следующей формулировкой. Госдепартамент подал в Конгресс доклад в соответствии с поправками в закон ПИСа, обозначив четыре судна, пять организаций и одно лицо, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток-2», включая «Нордстрим-2 Эги» и главу компании Матиуса Варнига. Лица, отмеченные в докладе, подлежат санкциям. Однако в отношении «Нордстрим-2 Эги», его главы Матиуса Варнига и корпоративных работников «Нордстрим-2 Эги» действие санкций было тут же приостановлено. Заметим, не отменено, а именно приостановлено, что указывает на временный характер этих ограничений. А в отношении четырех российских судов и четырех организаций, участвовавших в строительстве газопровода, никаких исключений сделано не было, то есть санкции будут введены и будут действовать. При этом в Вашингтоне прямым текстом заявили, что продолжат препятствовать реализации этого энергетического проекта. При большом желании, конечно, можно истолковать это все как неслыханную нашу победу, но давайте все же пока воздержимся от подобных оценок. Теперь по существу прошедшей встречи. Как пояснил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, Сергей Лавров и Энтони Блинкин обсудили широкий круг вопросов. Госсекретарь подчеркнул необходимость обеспечения гуманитарного доступа для народа Сирии, они также обсудили региональные вопросы, включая поиск долгосрочного политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. И американского внешнеполитических ведомств коснулись тех тем, где у обеих сторон имеются точки соприкосновения. Во-первых, это нездоровая ситуация с работой дипломатических представительств в обеих странах. Данный вопрос стал проблемой при Бараке Обаме, усугубился по время четырехлетнего президентства Дональда Трампа и достиг максимальной остроты при Джо Байдене. Со своей стороны, МИД РФ предложил варианты развязки, вплоть до обнуления, до состояния 15-летней давности. Теперь мяч на стороне Белого дома. Во-вторых, ключевым вопросом в отношениях между двумя сильнейшими ядерными державами мира была и остается стратегическая безопасность. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, он увидел готовность оппонента вести диалог по всем факторам, влияющим на международную стабильность. В-третьих, Лавров и Блинкен уделили внимание многочисленным региональным проблемам и вооруженным конфликтам. Выяснилось, что позиции обеих сторон совпадают по вопросам урегулирования на Корейском полуострове, в Афганистане и по иранской ядерной проблеме. При этом российский министр обратил внимание на нежелательность размещения американских военных в Польше, что негативно влияет на обороноспособность РФ. Какие же выводы мы можем сделать из этой встречи? Собственно говоря, ничего принципиально нового мы и не услышали. Госдеп транслирует позицию Джо Байдена, с которой тот с самого начала шел на президентские выборы, использовать Россию там, где это выгодно США, и продолжать давить там, где американцы считают необходимым. Самое интересное это то, чего сонный Джо пожелает добиться от убийцы при личной встрече. А вариантов тут не так уже и много. Немедленно на ум приходят. Ситуация на востоке Украины, зависший Северный поток-2, который США обещали давить и дальше, и томящийся в застенках ГУЛАГа, уже слегка подзабытый оппозиционер Алексей Навальный. Можно предположить, что США предложат Кремлю некую сделку. Урегулирование вопроса с ДНР и ЛНР в обмен на возможность достройки и запуска в строй проблемного газопровода. Со своей стороны, Газпром обязуется сохранить транзит определенных объемов газа через украинскую ГТС и после 2024 года, а работа Северного потока-2 будет напрямую увязана с миром на востоке Незалежной. Программой максимум для Джо Байдена стало бы освобождение из-за решетки Алексея Навального, который после этого превратится в Ходорковского-2. Стоит ли говорить, что идти навстречу подобным предложениям, если они действительно прозвучат, не стоит. Из дружбы с американцами у нас все равно ничего хорошего в итоге не получается.